Почему выбрали самым Египет? Я так понимаю, вы больше піврока уже живете в Египте или живете? Я начал жить, так сказать, зимовать в Египте с 2011 года. Почему выбрал? Я люблю фридайвинг, а в Египте очень просто фридайвить, потому что там глубина начинается буквально сразу возле берега. И, по сути, ныряние, задержка дыхания, фридайвинг – это основное, чем я занимаюсь. А дорого зимовать в Египте? Раньше было дешевле, а сейчас чуть-чуть дороже стало. Ну, это дешевше, чем в Виннице платить за опаление? В общем, я бы сказал, что это дешевле или на уровне. Там как такового трат на коммуналку практически как бы нету по сравнению с украинскими ценами. Если там выходит где-то 20-30 долларов за коммуналку в жаркий сезон, тогда когда оплачивается какой-то… В общем, там сравнимо иногда, когда используешь кондиционер, выходит примерно так же, как у нас в Виннице, когда надо платить. Вот, и это в жаркий сезон. А здесь, ну, в нормальный сезон там получается где-то 20-30 долларов за коммунальный. Здесь же получается минимум 50 тогда, когда не нужно платить. Так что там как бы, если говорить о коммунальных, там же дешевле по коммунальным. По стоимости аренды квартир, ну, я так думаю, что они приблизительно как бы одинаковые по стоимости где-то как… Если сравнивать, допустим, с Одессой, с более как бы густонаселенными и интересными городами. Если с Виннице, то, наверное, чуть-чуть дороже, но если как бы брать жилье где-то там чуть подальше от моря, то это будет даже дешевле. А подальше от моря не особо интересно, потому что очень много теряется. Я понял. А там чим заниматься? У вас вильный график? Чи все-таки можно заработать каких-то парокобийок? Там я читал, что вы в каком-то закладе там до третьей ночи грали на вот таком дивном инструменте. Ну, кроме того, чтобы вас там поводовали, можешь действительно каких-то парокобийок заработать? Чи тяжко заработать там иноземцам? Ну, если вот так вот с бухты Барахты приехал, не знаешь еще инфраструктуры, то заработать сложно. Вот. Я бы сказал, даже оно практически нереально. Нужно понимать город, нужно понимать что-то, как... Менталитет ихний, да? Менталитет, что нужно людям, как вообще в какие-то круги там вписаться. Ну, в общем, нет ничего невозможного. Вполне реально. То, что я играл ночью до трех ночи, это, собственно, как бы моя инициатива. Экспром, да, такой? Да, я развлекался. То есть мне захотелось, я... Там за уличную музыку, собственно, никто не платит. Если ты просто играешь на улице, это может вызвать, наверное, больше даже сопротивления. Потому что буквально через полчаса, если я буду играть в каком-то людном месте, еще там шапку поставлю, то через буквально полчаса, может, больше, может, меньше, приедет полиция. Сначала обыкновенная, потом туристическая. И начну спрашивать, собственно, документы. Ну и, собственно, выгонять меня. Играть можно в каких-то заведениях, типа кафе. В общем, в основном это все бесплатно. Можно договариваться и организовывать самостоятельно то, что я там проводил. Как пати, да, такое? Да. То есть если самостоятельно организовывать и приглашать людей, то, в принципе, как бы реально заработать. Но, опять же, это все нелегально, потому что государство Египет, оно запрещает, как бы, работать и получать деньги иностранным гражданам на их территории. Вот. Ну, то, что я там делал, так как, собственно, карантин, то как-то приходилось как-то выживать. Я чем там занимался, так как-то организовывал свои звукотерапевтические сеансы, на которых собирал группу людей. И организовывал, я там познакомился с очень интересной группой из Франции. Называется E-Hump Project. Буквально где-то в районе 10-12 лет они уже занимаются музыкой. Интересная группа. Выпустили, по-моему, около пяти альбомов, может больше. И они просто потрясающе поют. Удивительный голос у девушки, так и у парня. И я организовывал для русскоязычных населения комьюнити Дахаба, я организовывал там для них уроки.